Приветствую вас. Я бы сказал, что прежде, чем говорить о разводе, нужно понимать, что в вашем случае при условии, что вы прожили в траке 35 лет. Можно говорить об очень сильной привычке, можно говорить об очень сильном прикипении, что называется, к человеку. И можно говорить об определенном сценарии поведения, который будет у вас даже после развода, то есть развод ваших проблем не решит. Да, может быть вы сможете освободиться от человека, который как-то вас ограничивает. Может быть вы сможете привести свою реальную ситуацию с ситуацией духовной. Ну как бы лучше привести в соответствие внутренний, так сказать, мир, да, и мир внешний. Но это не решит ваших собственных проблем. Второе. Сложные отношения это как бы не совсем то, что происходит вместе с людьми. То есть когда людям сложно найти взаимопонимание, когда людям тяжело дается коммуникация, когда люди достаточно сложно идут на контакт, когда всякое такое происходит, то можно говорить в первую очередь о проблемах внутри самого человека. Это проблема внутри самого человека. То есть проблема внутри вас, я не знаю какие у вас сложные отношения, но почему-то вы выбрали такого человека, с которым у вас сложные отношения. И почему-то вы выбрали находиться с таким человеком в отношениях сложных в течение 35 лет. Я думаю, что данный выбор не случайный. И его субъективную сторону, его мотивацию нужно помочь вам раскрыть. Следующий момент это то, что развод является травмой. Особенно травмой является для тех людей, которые долго прожили в браке, это вот привычка. И травму вам необходимо прожить, в том числе с помощью психолога. Но в вашем случае есть еще и страхи, есть еще и тревожность, есть еще совершенно очевидное недоверие себе. Какая-то заглушка может быть своих собственных чувств, своих собственных переживаний, своих собственных эмоций, своих собственных потребностей. И так далее. И это тоже то, что нужно рассмотреть дальше. То, как вы относитесь к ошибкам своих. То, из-за чего вы боитесь ошибок своих. То, что вы хотите поступить так, чтобы не ошибиться. Но правда заключается в том, что когда человек совершает какое-то действие, он ошибается и это в общем-то совершенно нормально. То есть вам здесь нужно вероятнее всего несколько изменить свое восприятие ошибки. Вот. Опять же это достигается путем повышения уровня доверия себе, потому что сейчас вы себе не доверяете. И требуете от себя совершить какие-то безошибочные действия, да. Требуете от себя какого-то, может быть, контроля. В общем. Ну. По факту ничего хорошего. Из этого не получится, потому что задачу вы себе ставите совершенно нереализуемо. нереализуемо, вот, в силу того, что человек ошибается и это абсолютная норма. Поэтому здесь нужно скорее работать с вашей тревожностью, вот, здесь нужно работать с вашими страхами, как я уже сказал, ну, как я уже докторно говорил, вот, и, соответственно, после этого можно будет уже о чем-то говорить, после этого можно будет уже говорить о том, что надо делать дальше, можно будет говорить о том, как вам, ну, поступать в дальнейшем. Вот, а пока вы боитесь, эм, слышать ошибки, вот, пока вы боитесь, собственно, что-то реально может отмениться, вот, ну, ваше, ваше жизнь до тех пор, пока вы переживаете по этому поводу. С другой стороны, я прекрасно понимаю вас, я понимаю, что-то, почему вы можете бояться, вот, ну, как бы, эм, поймите, тоже-то же, да, что это не меняет ничего, это не меняет, э, ситуацию, что не, отменяет, с того, что я сказал, например, вот, и, крайнего, крайнего важно отдавать в этом отсчет, то есть это в этом отсчетом, на что вы действительно надо делать, но также я хотел обратить ваше внимание на то, что вы чувствуете и ощущаете себя жертвой, как будто бы, то есть, хотите уехать, хотите жить отдельно, можете жить отдельно, вот, то есть это такая очень жертвенная, я бы сказал, позиция. И, конечно же, нужно вам эту позицию, корректировать вам нужно, необходимо в этой позиции выходить, потому что, мягко говоря, позиция опасная, позиция очень деструктивная и свидетельствует, вероятно, о том, что вы не привыкли на себя брать ответственность за то, что в вашей жизни происходит, за себя самым. вот, хотя, хотя, конечно, ситуация бывает разной, и тут нужно выяснять конкретно, вот, ну, как бы, то, что происходит с вами, и, нужно, как-то, как-то, вот, корректировать, именно, именно, то, что вас беспокоит. Сейчас, эм, соответствую с, эм, контекстом вашего взаимодействия с моим. Вот. Опять же, нужно понимать, что для совершения таких вот достаточных корректированных действий, вам необходима мотивация. Если мотивации нет, если есть какая-то проблема с мотивацией, вот, то, естественно, вы не будете хотеть выходить из, эм, ну, той, как бы, из того положения, в котором вы их оказались, это тоже, в принципе, нормально. Поэтому, зачем, вот, вы говорите, что хотите жить отдельно, развести вещи, что бы что. Необходима мотивация. Если будет мотивация, то, достаточно, легко, легко вы можете для себя получить то, в чем нуждает. Ну, и, обратно, если мотивации нет, если мотивации недостаточно, вот, то, в таком случае, я полагаю, что вы будете пребывать в той, ну, вот, в той ситуации, в том положении, в каком вы сейчас сейчас. Потому что не будет смысла что-то менять вам. Вот. Так вот. Какое. Какое, в том число. Так вот. В том число. Ну, я не могу вам это сделать. Ну, и кажется, это, что вы спрашиваете. вы написали в своем тексте. Что касается рисков, то не совсем понятно, в каких рисках вы говорите, то есть это риски юридические, это риски психологические, если риски юридические, то вам все-таки, наверное, больше нужно в раздел юриспруденции обращаться, вот, если именно вас интересует такого рода риск, если вы, если мы говорим про психологические риски в большей степени, то это риск, в первую очередь, наверное, быть травмированным. То есть вы рискуете быть травмированным. ситуацией, в которую папа, ну вот, просто вот в этой ситуации, когда, например, останется одна, да, допустим, или вот что-то такое, если вы рискуете потерять смысл жизни. Вот. Поэтому, думаю, я и говорю о том, что нужна мотивация, какая-то какая-то, да, потому что если мотивации нет, то не совсем понятно, зачем тогда это все делать. Вот. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Конечно, очень бы хотелось больше информации, очень бы хотелось больше информации про вашу ситуацию, больше того, как вы, ну, оказались у этой истории. Вот. В результате, чего вы оказались у этой истории? Ну, пока не следует, а вы не буду доставать. Ну, надеюсь, только что. Обязательно это сделайте, ну, при волновке, конечно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Не забывай.